всем привет продолжаем знакомиться с картинами колен декота скорбящие магдалинок эта картина находится будапеште музей изобразительных искусств дуб 112 на 55 сантиметров первоначально она была несколько больше 114 на 74 обрезана с двух сторон стоящая на коленях магдалина рыдает над мертвым христом юное лицо ее залито слезами руки скромно сжаты одета она очень нарядно изысканно и модно лишь на голове не у скромный платок согласно средневековой легенде мария магдалина происходила из королевской семьи роскошная одежда и частый мотив по нидерландской живописи несмотря на то что она как это видно и на этой картине находится противоречие со скорбным сюжетом колен де котор использовал в качестве образца фигуру марии магдалины с утерянного снятия с креста рогира вандер вейдена и в общем работу котора считали ранее произведением рогира его у него заимствовал котор коленопреклонную позу нарядное платье характер драпировки и складок плаща предполагает что и лицо магдалины отличается сходством с лицом жены бруссельского бургомистра барбары ван коунберг которая умерла в 1540 году портрет которой образе марии магдалины работы колена находится в лувре согласно гербу это по ее заказу был исполнен алтарь святой троицы частично сохранившийся до нашего времени считает что эта картина была создана до 1500 года является портретой той же женщины что и магдалина из лувра но только в более молодом возрасте рассматривая картину право верхнем углу за скульптообразной созданной по рогировскому образу фигуры магдалины видна более живописная сцена распятия слева от магдалины видны фигуры трех марий приближающих могиле христа у нас конечно с двух сторон картина сильно обрезана но вот все что я нашел по картине колен де котора скорбящие магдалины который находится в будапеште в музее изобразительных искусств текст у книги издательство карвина пока пока до свидания